Приветствую вас, Алиса. Собственно, вы не совсем по адресу обращаетесь, потому что не помогает психолог разбираться с другим человеком, непосредственно с проблемами другого человека. Психолог больше помогает самому клиенту, в данном случае вам, разобраться в себе. Я бы мог поставить вопрос примерно следующим образом. Я бы мог спросить у вас, как, например, вы оказались в такого рода отношениях? Допустим. Почему вы позволили себе быть в таких отношениях? Как вы позволили? Для чего вы хотите понять мужчину? Зачем это вам нужно? То есть, вот, ну, как бы, цель, да, вот какая цель у вас? Вы хотите понять человека, чтобы что? Для чего? Да? Вот. Наверное, это такой достаточно важный, достаточно значимый момент, достаточно значимая ситуация, вот, которую вам необходимо для себя рассмотреть и разобрать, потому что, ну, есть ощущение, есть подозрение, я бы даже сказал, что через попытку понять человека вы можете, сами того может быть не замечать, сами не отдавая себе отсчет в этом, вы можете перекладывать ответственность за свою, ну, за свою нерешенность. Да, за свою, например, недоверие себе, вот, вы можете таким образом, таким образом проявлять, вот, недоверие себе, недоверие своим, своим, например, чувствам, да, вот. Такой момент тоже может быть достаточно такой критический, ну, критический, достаточно такой серьезный тоже, вот. Вот, это, ну, это часто бывает, вот, люди часто пытаются понять другого человека, как раз тогда, когда не доверяют себе, когда не получается себе доверять, вот, когда есть какая-то тревожность определенная, да, есть какие-то определенные проблемы, в общем. Вот, и соответственно, это то, что, вот, на мой взгляд, нуждается в корректировании, вот, то, что, на мой взгляд, нуждается в, ну, то, вот, в чем вы нуждаетесь в помощи, как мне кажется, скажут. Вот, и, соответственно, в этом вам, мы можем помочь в этом, мы вам можем предложить помощь именно в этом. То есть мы можем предложить вам помощь в том, чтобы разобраться в себе, но мы не можем предложить помощь в том, чтобы... компания другого человека, потому что, ну, другой человек, это всё-таки, это потёмки, всё-таки, это крайне вот такая история, ну, я бы сказал, неизведомная, да, то есть это крайне, крайне неоднозначная, здесь можно очень долго, очень долго гадать, очень долго обсуждать, вот, что-то, и в итоге, к сожалению, ни к чему не прийти, я не думаю, что это то, что, ну, то, чего бы вы хотели. Я думаю, что вы хотели бы всё-таки реальной помощи, да, поэтому давайте вот реальной помощи постараемся и заняться. Я надеюсь, что вы отнесётесь с пониманием к этому, ну, вот, к этому вопросу, да, к этой ситуации, к этому аспекту. Вот. На этом всё, в принципе. Я бы сказал только, что есть, возможно, у вас определённый страх близости, вот, есть такое ощущение, что вы, мужчина, боитесь близости, вот. И, соответственно, это личные границы, это работа с личными границами, в том числе и с вами, вот. Такой вот момент. Соответственно, что-то в вашем поведении подкрепляет. Поведение мужчины, то есть что-то в вашем поведении даёт ему возможность вести себя подобным образом. Нужно это выяснить, я бы даже сказал, что необходимо это выяснить, вот. И, соответственно, тогда можно будет вам помочь. На этом всё, удачи вам, всего самого доброго. Спасибо.